ну что друзья мы добрались до октал и встретились конечно же в первый же день самое главное мы встретились с моим хорошим и замечательным другом главным проводником мангистаовского региона пашей худяковым что познакомимся с ним родился вырос по острову мангишлак живу здесь конечно хотелось бы побольше внимания уделить нашему гостю но жизнь проводника довольно сложно и ему не надо объяснять что и как у нас просто обычный день мы сейчас будем разгружать после одной поездки загружаться по для другой мыть машину готовить ее и по ходу пьесы будем общаться всем привет добро пожаловать на святой полуостров это моя мастерская она же штаб-квартира она же склад для моих вещей это же мой дом я его построил сам из того что было вот как ирина аллегрова пела помните я его слепилась того что было это как раз про это место ну помимо того что я занимаюсь организацией путешествий я профессиональный тонировщик шумоизолировщик то есть я еще успеваю машину ремонтировать поэтому ну вы знаете да порядок это удел не таких активных и прогрессивных личностей как я это рабочие творческих людей порядка не было но он такой порядок бывает раз я раз в месяц навожу его хватает на 10-12 часов максимум все началось довольно давно самое главное а кем ты был до 71 года до 71 года одноклеточным да да не хироманты разные несколько жизней живут говорят что я в прошлой жизни был там и мусульманским священником и где-то встроен панаты одна говорит женщина ну я на самом деле в это все не сильно верю но я точно понимаю что что-то короче со мной происходило вот в первом году я родился родился здесь вот так вот мой отец что интересно он приехал сюда еще на водоводке когда не было железной дороги это человек который начал строить уникальный город вот учился в школе занимался мотокроссом дошел до кандидата мастера спорта по мотокроссу много ходил пешком путешествовал еще в детстве то есть но мы могли на поезде уехать до станции шиппэ и оттуда уйти в район караталский горы горы шеркала и так далее в урочище божира которым сейчас все так но такой хайповое место так скажем проще божира я пришел восемь седьмом году пешком из села синек где-то 85 километров там по прямой мы пришли на четвертый день к обеду четвертого дня все удивляются вау их ребята еще же пришли оттуда надо было уйти вот как-то вот так а чем питался там но мы у нас был один парень я забыл еще свое имя он служил каких-то специальных войсках потом видимо его уволили по состоянию здоровья в общем у нас учил выживать ну мы с собой конечно несли в то время какую-то посуду какую-то еду я толком не помню но мы собирали дождевую воду и мы собирали и рассул короче с пустого очень было очень интересно то есть полустров мангышлак началось все с того что я его прошел пешком может быть прополз на путь а с какого года ты людей катаешь туда довольно далеко это все было еще не знаю началось это где-то девяносто четвертом году до девяносто четвертом воды только с армии пришел и ребята из москвы позвонили сказали что нужно сопровождать повод английского лорда он берст vision то есть его у него была сопровождающая женщина девушка которая говорила только на казахском английском языке ну то есть она не знала русского а на чем-то тогда я сейчас вижу нет нет мы тогда взяли уазика такого таблетку тоже был такой момент хороший и наш проводим у вас как-то заглох ему вы знаете на эту вазик он заглох короче и наших водитель агашка лазил лазил там все 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 и такой плюется и говорит на елки-палки по-казахски везде проволоку привязал все равно не заводится теперь представляете ветер это давайте качается осень это замечательно с такими глазами ночь уже такой весь серии вечереет и этот когда наш водитель проведет эту фразу чуть-чуть и она ему переводит у него вообще если вы ну как бы глазные яблоки должны были взорваться потому что он был так удивлен ну как так он привязал везде проволоку и машина не заводилась потом а то наверное этот агашка но все-таки он призвал в наших аруахов но вы знаете давно здесь очень сильно вера в аруахов и духов предков он может быть быть это таунки весом попросил в общем уазик завелся мы доехали до узенья переночевали у кого-то в гостях в каком-то доме это была первая поездка моя это был какой-то английский лорд и очень очень интересные люди которые смотрели птичек и даже их не фотографировали складывали оставили просто а вот смотри я тут вижу разные такие вот штуки проделки хулиганки паша хулиган и вот он тот потихонечку хулигане можно это что ну вот как раз не вернулся я из урочи божира три дня провели в урочи божира потом наша езна шеркале были на верах ты начинали у нас есть такое направление в этом он не стала экспедициях наши художники ребята и дом как бы не рисовали а я вот в рамке сделал вчера как раз прошел у нас полимерная выставка был киргизский художник гостях но это как бы просто то что я нашел в степи вот я его слепил придумал что делать с этими самыми ракушками нашим ну может быть мне нравится что я делаю все это получается сувениры которые ты сам делаешь и наверное и продаешь их ну вы знаете с сувениром назвать это крайне сложно потому что я думаю что здесь все таки они все пропитаны энергией полуострова это такая энергетика как батарейка до который человек может взять это кусочек полуострова мага шлак потому что это все это плетня который в районе в районе караталский пор собрал не это тоже самое то вот то что мы когда гуляешь находишь вот что получается сейчас что можно найти на полуострове ну ребят последний поездки из свежего да вот это аммониты но они просто который который в более-менее сохранен они там продаются это мой друг который занимается их поиском их собирать у него и целая коллекция это им же миллионы и миллионы лет да да это как раз то что из этого самого выплыва да вот что еще ну например чем аммониты мне вот это больше нравится это что это керамика из городища козылкала козылкала да да мы решили что это все таки это тот самый город который назывался крепость мага шлак и она прекратила свое существование в город 500 лет назад то есть вот этой вот керамики ей 500 лет точно это тоже вот то что на полуострове нахожу и эти керамические штучки я использую свои поделка проделка недавно я обнаружил два кусочка расписной керамики это потому что что можно это керамика она получается не миской а это хоризмийской уже хоризмийский система хоризмийская система окрашивания еще покажу там они тоже древние исторически нет древне исторически там в углу стоять это опять же дерево называется на порт дерево растет буквально в округе здесь что здесь плетняк мой стиль он такой видимо не хочется просто ничего обрабатывать я беру просто природный материал и них вот делал говорится как ирина аллегрова пела понки я выступил из того чтобы стоимость не устанавливается как бы ну я например да и вот я вчера как раз вопрос по ним ну понятно да это просто камень просто деревяшка и просто кусок керамики ну вот на время я это оцениваю в 10-12 тысяч не как меня хотя любой скажут что мы таками но возьмите сделать такую это керамика который 500 лет у этой вещи есть и какое-то даже может быть такой энергетическая она точно это все вещи они на пропитаны энергии получаются лишь керамика который 500 лет и и используешь для создания своих поделок да но это можно сказать что поделки с присутствием историй конечно конечно это все везде ну сейчас все эзотерическое имеет значение ну к примеру вот здесь ребят ну это это вот так природа и согнула смотрите видите да я ее нашел как у меня вот он треугольник тоже треугольник знак тигрянский да вот и а это окаменелось кальмара который я достал из большой шаровой конклекции окаменелось кальмара да это окаменелось кальмара где-то это все находишь паш ну как где-то лазишь надо заходить из мои под все шары видели же вот таких наденем это это те самые шаровые конклекции только маленького размера вот они это те которые из долина шаров да но тут то туда где я мы с тобой были там они огромные получается они вот из вас таких вот они и такие тоже есть и маленькие есть прямо как горох такого размера получается можно с тобой туда поехать на экскурсию грубо говоря и ты поможешь и такие вот штучки найти да да я практически всегда их нахожу вот тоже это окаменелось ракушки люди кто хочет что-нибудь интересное находить пожалуйста паша все знает где лежат и зубы и кости губы и над и накладные губы и накладные груди поездки вот это божили я нашел вот очень интересный тоже фрагмент ну так окаменелось это внутренняя часть этих же ракушек теперь что интересно такие ракушки до сих пор ем когда бываю юго-восточной азии вот во вьетнаме такие ракушки лишь поводится вот это тоже ребят это уже ближе туда каким-то эзотерическим за предельным вариантом на самом деле эта штука имеет большое энергетическое значение здесь значит сосредоточено три вида камня я не силен геологии но это все три камня находится в одном месте это например кремень лавовый это то самое из чего выплавляли медь здесь медь и медь производили очень большом количестве медь и свинец это была одна из основных в наших производящих каратал вы бывали это камень тоже не знаю как он называется но ведь его можно вращать это изделие и вот везде треугольники носите грязь то мы видим из меня лезет так можно поставить лучше можно крутить и вертеть да крутить и вертеть и это энергия полуострова мангушлат она прям пахнет мангушлатом паш а чё ты делаешь кайт накачиваю что такое кайт это воздушный змей имеющий проекционную мощность это увлечение такое в октаву ну это не только в октаву это довольно молодой успешно развивающийся вид экстрима я думаю что это самый романтичный экстрим который есть в мире он позволяет кататься по волнам совершать даже прыжки и какие-то делать трюки а мне позволяет просто быть настоящим человеком и давно ты им увлекаешься 15 лет я катаюсь на кайте один из первых мангусталы и даже в казахстане как начал это делать ну я вообще занимался мотокроссом потом катался на гидроцикле но вот это вот вечная тяга к своим корням вот это вернись к себе то есть здесь не нужно никакого двигателя никого бензина просто берешь энергию ветра пользуйся стихией ветра и по стихии воды ты перемещаешься в пространстве при этом ты еще можешь бах и показаться в 3 стихии в воздухе и получается ты своим гостям можешь предложить что-то подобное на самом деле чтобы начать кататься на кайте нужно провести как минимум 10 часов занятий вообще я преподаю кайтбординг уже более вот это все 10 лет и имею в принципе успехи в этом где-то около 200 человек я уже научил все катаются у меня есть курс называется он безопасный кайтбординг и я всегда в каталке когда я езжу с людьми я частенько с собой беру маленький полотажный кайт и игра и обучаю скажи пожалуйста ориентировочно хотя бы так примерно вот но курс на 3-4 дня вот покататься над этим под твоим инструктажем сколько станет ориентировочно где-то примерно работа в инструктора плюс аренда оборудования где-то в 10-15 тысяч тенге в час выходит одно занятие желающий поэкстримить пожалуйста к паше вот и ты к нам вернешься позже обязательно возвращайся пожалуйста паш без тебя без тебя скучно будет даже на твоей машине это вот одно из развлечений которые есть в актау но котором мало кто знает помимо интересных экскурсий по области а помимо на пляжного отдыха есть и такой но это для тех кто любит пощекотать нервы для тех кто любит адреналин и для тех кто любит энергию еще раз привет ребят мы находимся в уникальном явлении вообще новейшей истории республик казахстан это единственный на каспийском море яхтенный клуб который в принципе ровесник нашего города и был построен вообще живет за счет общественных вливаний так скажем то есть это все держится просто на плечах вот энтузиастов вот один из них вот там что-то делает здесь видите да такой небольшой оазис степи действительно в этом степном городе родился и построили вот этот яхтенный клуб очень много интересных явлений таких как например ну есть яхты которые были построены просто с нуля именно здесь именно на этой земле отсюда стартанули 33 кругосветки две дядя гвоздев и одна наша уже со казахстанская это яхта шокан валиханов отсюда тоже стартовали из этого из этого из этого яхт клуба сейчас здесь ведется строительство нескольких объектов именно строят ребята прогулочные катамараны по подобию того что в принципе скуплено сейчас куплено было в европе вот готовят к выезду тоже к летнему сезону я не помню как он называется но сейчас мы узнаем волоке какая-то будет называться у нас привет толпа тупо да то есть здесь будет стоять двигатель и будет прогулки проводиться для людей когда будет уже доступен доступной прогулки для людей я думаю через 1 мая наверно уже открою до сезона уже готовятся все к сбрасыванию но проблема в том что море очень сильно же опустился уровень его поэтому я думаю что в этом году будут вот фавори вот такие это снизить с низкой посадкой суда у них нет у этого как он называется забыл как называется то что торчит внизу у яхты киль 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 вот точно киль я что да не они вот здесь у нас сейчас пройдем дальше там есть у нас такой маленький швартовочный пирс где будет как раз посадка происходить на самом деле огромный парк буквально за пять лет наверное добавилось ну наверно судов 15-20 а вон она кассиопия вот как раз на этой кассиопии я пересек каспийское море куда ездил в махачкалу мы короче здесь же мы проводим яхтенную регату называется она золотой нактоус и в принципе только мы это так же как у нас единственный яхт клуб мы единственная за единственная регата на каспийском море который проводит местный яхт клуб и вот некоторое время назад мы получили разрешение на международную регату мы ходили в махачкалу после того как мы махачкалу сходили я там остался с ребятами мы катались на кайте познакомить очень ребята классный то есть махачкала вообще наш город он нас ждет вот даже у нас такие пушки делают да и вот этот как раз и и сну его с нуля построили прямо ну я наблюдал за этим строительством да это катамаран да она была построена здесь да 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 вот она уже заканчивая этом году наверно будет пущено на воду а по поводу стоимости ориентировать стоимость покататься на яхте катамаране ну вот это одна которая у нас есть прогулочные суда там по моему тысячу полторы тенге с человека вполне очень доступна яхта по моему прошлый сезон закончили 25 тысяч тенге час на компанию из 10-12 человек я думаю это крайне крайне недорого ощущение бешеные даже ну как хотя я провожу огромное количество на воде времени в путешествиях не знаю мне очень нравится это это действительно позволяет но яхта еще выходит в море мы видим как город со стороны выглядит и так далее и это все очень интересно идемте на при на причал что интересно это яхта бой готовится к кругосветному путешествию дядька ему 70 лет хозяину сказал ну вот уйду и не вернусь короче да у него очень интересный подход точек жизни но это все очень стоит хороших денег и я знаю что махачкалинске ребята прислали какой-то комплект парусов кто-то такелаж дает кто-то что-то в общем ну как говорится с миру по нитке и вот человек уйдет в тругосветку дальше это яхта алиса она принадлежит моему другу алексей его зовут оськин алексей он профессиональный подводником профессиональный дайвер до справа слева это эндевр это вот наши яхты они принципе вот так класса эндевр этот эндевр чуть чуть больше чем то что вот ребята сейчас строят эндевр 12 метровые а это 10 с половиной да да это эндевр тоже сдается в аренду вот уже дмитрий скинули на воду видите дмитрий уже на воде да вот это прокатные наши яхты нет вот он пирс слева мы сейчас они получаются расписано время какое они отплывают но они стоят на причале наверху ну это называется плавучий якорь не стоят там и потом оттуда вот мы стоим у начала великолепия нашего побережья это великолепная скальная тропа извините я буду часто повторять слово великолепный и уникальный вот уникальный проект этой скальной тропы разработал марат свинников мой старший товарищ подобных явлений на каспийском море нет точно значит при строительстве этой стропы не было не не пострадал ни один камень потому что мы просто реально невозможно было привести на некую технику людей тоже не было да вот значит город актау на получил свое название белая гора белый камень именно в честь вот этого утеса наверху вот сейчас где эти помещения где эти здания стоят наверху там было огромное захоронение и в детстве я вырос недалеко здесь в четвертом микрони в тридцатом доме и родился вот мы здесь находили и останки человеческих и черепа были я помню просто мы были в детстве самое интересное что мы играли в войнушки я лежал в окопе я думаю что это окоп а как выяснилось потом это вот это зороастрийская асуари зороастрийский куда они ложили свои умерших товарищей ну давайте сейчас не об этом идем на скальную тропу наблюдаем прекрасное каспийское море поздравляю вас с началом сезона вот навигация открыта уже даже несколько лодок мы видим на рейде так скажем это рейд нашего яхт-клуба туда дальше мы видим морские ворота казахстана это наш первый торговый первый порт торговый значит здесь мы имеем что зерновой терминал имеем нефтеналивную терминал и вдалеке стоит специальная морская буровая выровая чего ну для того чтобы бурить скважины для добычи нефти это буровая там стоит на парковке так скажем ну каспийское море само по себе это узнаете уникальный бесточный водоем в него втекают две самых крупных реки евразии волга и урал не вытекает ничего но и в то же время он постоянно меняет свою глубину и высоту сейчас уже очередной откат идет очередной отток воды что интересно зеркало каспийского моря находится на отметке минус 32 метра от уровня моря вот вообще признанного мирового да мы ниже уровня моря да уже минус 37 минус 32 37 до всегда говорим мы на такой-то высоте над уровнем моря мы три тысячи четыре тысячи мы там можем дойти до пяти а вот это вот 6000 да у нас здесь да здесь минус да вот да да мы ниже уровня моря вот смотрите если кто-то поссорился приезжайте в октаву здесь помиритесь обязательно такая вот поняли да куда надо ехать ну очень интересное тоже явление вот здесь же выпускники у нас тут же love story снимают ребята жених с невестой ну вот это и есть та самая белая гора октаву в честь которой назвали наш город что интересно город когда здесь был рабочий поселок он назывался октавский потом уже в шестьдесят четвертом году городу присвоили присвоили имя шевченко имени тараса григорий шевченко 150-летию его сам город это очень интересное историческое место во первых это был мыс был пирс фетисов которому подходил прогулочный катер и даже было время когда было собрал с ходил катер между махачкало и октаву вот что сейчас еще и чем интересно эта бухта именно вот где-то здесь была затоплена баржа 40 в пятьдесят седьмом году была затоплена баржа которые стали причаливать остальные суда на мысе меловом как он называется на этой горе октаву первый маяк появился в сорок восьмом году в 1948 году и в дальнейшем потом вы знаете мы в городе октаву есть единственный на евразийском континенте морской маяк расположен на крыше жилого дома а сейчас я бы хотел вам показать вообще уникальное явление это выход межпластовых вод это абсолютно питьевая вода которая возле которой жили люди они здесь по исторические археологические раскопки вот эти все они показывают что принципе с испокон веков так скажем две-три тысячи лет назад здесь жили люди и вот это уникальное местечко как раз ну само искусство копания колодцев она довольно молодое это одно второе что но она очень дорогостоящее так вот это межпластовые воды в принципе вокруг этих всех межпластовых вод и происходили все жизненно важные движения полуострова мангышлака да мы сейчас вперед пройдем там вообще она хорошо течет она высоко известна очень большое количество извести ну современный человек конечно не сможет ее постоянно его использовать но она очень вкусная теплая и я думаю гони с удовольствием попробует ее на вкус мне связи с некоторыми моими положениями нельзя сейчас пить воду самое главное это же ключ и вот еще одно будет удивление когда ты попробуешь не только на вкус но и на на ощупь так сказать интересно интересно температура она тепленькая и и как бы чуть-чуть солененькая ну блин и и в и и и и и Продолжение следует...